сегодня когда я записываю этот материал 31 декабря 2021 года завтра первый день нового 2022 года чем важен этот 22 год он будет преддверием 23 года весной которого плутон войдет в созвездие водолея и до 2044 года будет переворачивать мир с ног на голову а с головы на ноги у знака водолея две молнии черная и белая черная рационализм белая разумность а теперь от общего перейдем конкретики к сакральному таинству новогодних праздников 20 декабря день зимнего солнцестояния самая длинная ночь и самый короткий день праздник черной материи космоса не случайно ведь когда-то в советском союзе этот день был днем чекиста так как это реальная первая дата празднования нового года но она была открыта только для посвященных тайных обществ для мистиков все мистики планеты а точнее руководящие звено кланов мистических празднуют начало года именно в этот день 20 21 декабря с этого дня или со следующего 21 декабря начинался отсчет 12 дней которые соответствовали 12 месяцам года как их проведешь так пройдут и 12 месяцев года я уже об этом ранее говорил а заканчивались эти 12 символических дней 31 декабря или 1 января уже следующего года поэтому новая дата праздника 1 января но это для знающих а для общества с 20 декабря было считано 6 дней и назначено 25 декабря днем рождества теперь вспомним планеты и цифры 6 это число юпитера общество народа а число 7 это число сатурна личности лидера который управлял своим народом своим обществом потому сатурном праздновать приходилось 20 декабря так было решено а обществу юпитерианцам 25 декабря на 6 день от солнцестояния это праздник католической веры которая принадлежит к организованной технократической цивилизации запада и управляется меркурием черной молнии водолеи а вот 1 января 7 14 и 19 праздники другой восточной духовной цивилизации православной веры ортодоксальной которая является белой молнией водолеи знающие ортодоксальной веры предложили эти праздники своему народу тоже не случайно теперь снова пляшем от 20 21 декабря 12 месяцев года благословлялись 12 днями до 31 числа и первое число встречали как официальное начало этих 12 месяцев создали новый календарь 1 января новый год и теперь от него отсчитывали 7 дней недели тыждень который отмечали вечером 6 января как свят вечер какой смысл всего этого проведешь с 1 по 6 января хорошо дни хорошо будут проходить и все дни недели начавшегося года всего года вот так все было продумано а следующий праздник 13 января и 14 января старый новый год что это за чудо такое а это считайте с 21 декабря дни и их будет 24 24 часа в сутки потому отдыхая и наблюдая свои сны с 7 по 14 января люди духовной цивилизации благословляли свой сон 8 часов сна с 7 по 14 вот как все интересно и не случайно и далее смотрите на луну с 21 декабря до 18 19 января проходит 28 29 дней один лунный цикл а луна управляет водой вызывая приливы и отливы месячные циклы женщин циклы обмена жидкостей в организме всех живых существ и движения воды внутри растений вот вам и разумность праздников вот вам и водохреща вот вам и водолей теперь о новом времени молнии белое и черное гармонично расположены в символике водолея точно так же и цивилизация планеты в новой двухтысячелетней эре которая сейчас наступает примирит духовную и технократическую цивилизации между собой католиков рационалистов и ортодоксов православных этот процесс сначала пошел как разделение а это началось в марте 2020 года когда сатурн вошел в созвездие водолея именно тогда миру был брошен вызов в виде вируса за три дня до вхождения сатурна в водолея у нас вдруг начался карантин все это очень даже не случайно ситуация четко за эти три года до марта 2023 года разделит людей на два смысловых лагеря на две молнии водолея по принципу разделяй и властвуй с одной стороны послушные лидерам люди которые красиво и порядочно празднуют рождество 25 декабря и с радостью и без сомнения дают свои руки и кровь под укол с другой стороны сомневающиеся и постигающий мир празднующий святой вечер 6 января и избегающие укола в руку впрыска неизвестного вещества в свою плоть и кровь разделение конечно есть несомненно но 22 год начнет примирять эти два общества людей колющиеся успокоятся и не станут нападать эмоционально на тех кто не хочет колоться а не колющиеся спокойно сформируют свои сообщества и не станут крутить у виска пальцем видя колющихся таким характером и подойдем к 2023 году каждый будет искать свое место под солнцем главное без внешней агрессии и войн войны перейдут в ментальное оно же информационное оно же интернетовское противостояние но это уже другой разговор и другая тема теперь вопрос откуда я это беру ответ для мыслящих такой служил давным-давно погран войсках потому помню как в день чекиста нам давали вкусности на завтрак обед и ужин и это было 20 декабря день зимнего солнцестояния праздник черной энергии космоса недавно поздравил своих родственников во франции с рождеством 25 декабря ведь мой родной дед по матери жорж мариды француз и католик был землевладельцем в бургундии второй же дед по отцу православный христианин земледелец из-под овруча данила гриневич я же их внук уважаю веру своих родов и рода из бургундии что в ста километрах от женевы и рода из белоруссии откуда предки деда данил и родов из черкащины откуда мои обе бабушки софия и федора как мне не желать мира и согласия между людьми почему отрицать рационализм запада зачем ставить кордон из белоруссии как не любить украины а ведь у каждого из вас мои друзья подобные истории роды наши многоветвисто переплетаются потому мира нам всем и понимание принятие тех кто идет рядом а если продолжить тему то скажу так самое полезное самое хорошее самое хорошее будет для нас если мы просто хорошо честно красиво проведем время с 20 декабря и по 19 января отмечая все эти пиковые праздники с 20 декабря по новый год по 31 декабря декабря мы благословляем 12 месяцев в год до 7 января мы благословляем своим поведением своей жизнью 7 дней недели далее до 14 января мы благословляем 24 часа суток каждых суток нашей жизни и до 18 19 января мы внимательно следим за своими снами за своим отдыхом и благословляем лунные циклы которые управляют нашей жизнью нашими жидкостями и пульсацией нашей вселенной ну вот в принципе и все желаю вам хорошего светлого нового года лунные то и мелками их так